Привет, друзья! Ну что вам понравилось? Прогулка с возможностью посмотреть на китов. И следующий подарок, который я сама себе сделала, это посещение пивного фестиваля в Бруклине. Так как сейчас сентябрь месяц, это начало октобер-феста, то я решила себя так побаловать и сходить на подобное мероприятие. Такие фестивали на самом деле проходят по абсолютно разным напиткам. И бренды, и ромы, есть фестиваль вина. Вот я выбрала как бы пиво в связи с тем, что мне подарили на день рождения. И стоимость билета на такое мероприятие 35 долларов. И за эти деньги я могу дегустировать абсолютно все напитки на этом фестивале, как это происходило. Поехали вместе со мной. Ребята, сейчас бегу на фестиваль пива, который проходит у нас здесь в Бруклине. Бруклинский фестиваль пива. Он проходит ежегодно в Бруклин-Неви-Ярд Индастриал Парк. Нет, ребята, это что-то другое. Это Бруклин Ростинг Компани. В общем, это не то мероприятие, куда я должна была прийти. А мне, походу, намного дальше надо идти. Я нашла, как сюда войти, хотя там не написано было именно Бруклин Бирфест. Там что-то было другое написано, он тоже связан с пивом. Вот у меня проверили билетик, проверили ID, чтобы возраст совпадал. Вот, наклеили мне на руку такой вот браслетик. Дали стаканчик. Вот такой, крафт Бруклин-Фест. На улице музыка играет, и я смотрю, что есть много палаток с пивом. Везде, конечно, очереди. В общем, я так поняла, что фишка этого мероприятия заключается в том, что все подходят непосредственно к палаточке, попробовать пиво, которое наливают вот в такие вот стаканчики. Это дает возможность продегустировать. И, в общем, рассказывают о том, что это за пиво, что с ним делать, какое оно на вкус. Ну, реально, это сугубо для очень больших любителей пива. Я, к сожалению, не отношу себя к таковым. Сюда, конечно, классно ходить, хоть как бы никакой компания, которая разбирается в пиве. Вот, поэтому даже не знаю, что я тут делаю. Взяла пиво какое-то очень фруктовое. Реально очень даже кислое. Очень кислое такое, знаете, на очень большого любителя. Вот такое еще пиво взяла. Это из серии IPA. Unfiltered, нефильтрованная, hazy IPA. Вот так оно выглядит. Неплохое, горьковатое. Очень горьковатое, если честно. Я такое на самом деле не очень люблю. Здесь можно, вот знаете, кругами ходить и все потихоньку пробовать, дегустировать любое пиво. Если у вас есть желание, вы можете это пиво приобрести. Иногда стоит обращаться в такие точки, где очень большое количество людей. Hello! К примеру, здесь можно попробовать пиво со вкусом pumpkin out, apple pie. Вот тут видно, кстати, они пишут градусы какие есть. И вот пилснер, 6,5 градусов. Ничего себе! Тут такие apple pie 5,8. Вот у меня, кстати, он выглядит вот таким вот образом. Очень хорошо чувствуется вкус яблока. И действительно похоже немножко на яблочный перо. Взяла пиво со вкусом тыквы. Градус 6,5. Ну, такое, знаете, уже немножко горьковатое пиво. Не такое вкусное, как был apple pie. Вот я взяла себе лайт лагер. И, в принципе, мне понравилось. Да, кстати, в этом случае это все безалкогольное пиво. Вот, то есть разные вкусы, но алкоголя здесь меньше, чем 0,5%. Да, ребята, пивной фестиваль, но на самом деле на этом фестивале вы можете найти не только пиво, но и просто воду, различную минеральную водичку и даже водку. Здесь можно купить даже сигары. Ванила, лодка. Ой, какие тут интересные есть сигары. Ребята, я не курю, поэтому сигары, уж извините, не моя тема. Вот, зато я накупила вот у девушки различных закусок. Я очень люблю подобного рода закуски. Тут можно купить закуску из кролика. Виски Рэддин. Купила себе аллигатора попробовать. Может, кому-нибудь из родственников такое отправить? Это что для собак? Курм для собак? И уши свиньи. Это реально для собак, наверное. Это ухо свиньи. Это чтобы собака грызла, такое развлекалась. О боже, это шея утки. Это шея утки. Кроме пива здесь можно найти еще всякую бижутерию, сувенирки, сережечки. Смотрите, какие красивенькие. В этих камнях находятся натуральные цветы. Очень красиво, очень необычно. Тут можно купить даже подставочки для бокалов под пиво. На этом мероприятии можно попробовать даже безалкогольные напитки, как бринк безалкогольные напитки, мне понравилось. Ну что, попробовать просто минералочку. Это минералка. Бельцер это просто минеральная вода. Попробовала просто водичку минеральную со вкусом апельсина и черри. И мне эта водичка очень понравилась. А вот на вот это пиво очень большая очередь. Что у нас тут хотя бы за пиво? Бурлингтон бир. И смотрите, очередь какая. Ну, в общем, надо становиться в очередь, чтобы попробовать подобное пиво. Наверное, что-то очень интересное, знаменитое. Поэтому 100% надо здесь постоять. Честь. В общем, ребята, я себе тут взяла на халяву подстаканник, под бутылочек, под баночник. А вот еще здесь рядышком можно попробовать бесплатно какие-то печеньки. И такое печенье стоит 5 долларов. Ребята взяла себе джели со вкусами разного алкоголя. Если честно, друзья, то я на самом деле в первые минуты, когда здесь оказалась, я хотела отсюда уйти сразу же. Я бы потратила просто 35 долларов и забыла, и ушла, и все. И до свидания. Уже стемнело, и, если честно, ребята, я абсолютно не хочу пробовать сильно алкогольные напитки. А здесь на самом деле не только пиво представлено, хотя я думала, что здесь как бы только пиво. for people that eat different types of food, so. Which is pretty dope. Because there's never been something done in food and beverage before, so, kind of crazy. With this, or, excuse me, a miller of romano peaches are going to be allocated with this. And muscat de agne is going to be entered into it after the... Y'all are getting me dizzy, y'all are moving, y'all cubs around, just hold them straight, please, oh my God! If you were a little bit more on the French oak barrel age, you're going to get that very nice subtle French oak on the nose. Ребята, что-то взяла синего цвета. На самом деле, меня подобные цвета всегда смущают в алкоголе. Данный синий напиток очень похож на очень сухое белое вино. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот такой, друзья, мой маленький опыт хождения на мероприятия Нью-Йорка, за которые ты платишь определенную сумму денег. И просто дегустируешь, пробуешь, узнаешь что-то новенькое. Здесь можно, в принципе, и познакомиться с людьми. Поэтому это одни из таких, знаете, интересных мероприятий Нью-Йорка, которые, в принципе, если вам интересно, то стоит посещать. Десять часов вечера, и наша книжечка просто забита людьми. Очень много людей. Ну и последний, третий подарок, который я сама себе сделала, он связан уже непосредственно с отпуском. Наконец-то, спустя больше года жизни здесь, в США, в Нью-Йорке, и работая на одну компанию, я, наконец-то, взяла себе отпуск. Он, конечно, будет не очень большой. Это всего лишь на пять дней. Ну, там даже, как бы, неделя выходит. Вот, и в этот отпуск я решила, наконец-то, посетить новую страну. Вот, так что, пожелайте мне удачи. Я, наверное, видео об этой поездке выложу недели через две, потому что во время отпуска у меня не будет возможности монтировать и уж тем более выложить это видео на Ютуб. Вот, это будет довольно-таки большая поездка, будет о чем рассказать, что показать. Надеюсь, вам будет интересно, поэтому обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не упустить, не пропустить эти видео. Вот, и спасибо вам всем, друзья, за просмотры, за комментарии, за лайки, за подписочки. В общем, я очень рада каждому, кто находит на моем канале какую-то полезную для себя информацию или развлекательную информацию. И добра вам всем, мира, любви, счастья и удачи. До новых встреч. Пока-пока.